Вот у нас в гостях замечательные ребята из военного оркестра воинской части 6506. Это главный дирижер Жарас Берикович и концертмейстер оркестра Усен Ахметов. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, ребята, вот вы участвовали в конкурсе в Астане, который проходил, называется он «Аскерикерней». Что это за конкурс, какое место и по какому принципу шла? Да, это смотр конкурса «Аскерикерней» проходит в двух этапах. То есть первый этап – это отборочный тур. Это на приз главнокомандующего идет «Аскерикерней», то есть конкурс. Первый этап у нас прошло региональное командование, то есть он часток это в Алматы. Там Тарас, Алмата, Зунагач, Харакемир и Чемкет мы участвовали. Мы там стали лучшими и нас отправили в Астану, то есть уже на фестиваль, то есть на финал. А там из разных регионов, да, были? Да, из всех регионов Казахстана. И там, кстати, вот пятый международный, считался международным, потому что там участвовали Россия и Китай. Вот. А теперь вот ответственный момент. Зрители, наверное, в ожидании, какое место заняли? А, лучше показать, мне кажется. Да, вот, кстати. Мы заняли вот вонский час 65006, второе место. Супер. В пятом международном конкурсе «Аскерикерней». Второе место. Второе место заняли. Отлично, мы вас поздравляем. Спасибо. Почему не первое? Как вам объяснить этот неожиданный вопрос, конечно. Судин, я думаю, потому что им дали возможность в следующий раз еще раз приехать, еще лучше выступить. А вот теперь мне интересно, а что вы исполняли? А, мы вот исполняли, в первую очередь у нас мы должны были показывать дефиле с оркестром. Это дефиле должно быть, то есть в рамках строевых приемов, не всяких, там, цирковые, там, танцевальные. Марширование, да? Да, марширование. Строевых приемов, да, вот. Мы показывали, играли, точнее, бихлер, автор бихлер, трюм победителей играли. Такой марш играли. После этого марша играли из Майкла Джексона триллер. Это уже плац-концерт. Да, это уже плац-концерт начинается. Когда плац-концерт, можно и не двигаться, кто-то спокойно может выйти солировать или станцевать. То есть свободно, да, уже. Тут конкретных правил нету, как в дефиле. А в дефиле точно должны были сплоченность свое показывать. И вот после этого играли Сажело, ну, Рисателли Индиев, произведение. И Аптаунфанк. Да. И современную музыку, конечно, чтобы молодежь зажечь, что такое чемпионский оркестр, вот показать, что мы чемпионцы. Вот мы играли Аптаунфанк. Бруно Марс. Как реагировали зрители? Если честно, я как военный дирижер, я спиной стою с зрителем. Я сильно не ощущаю это. Только я, конечно, громко слышал. Хлопали все, кричали. Аплодисменты были. Да, очень громкие аплодисменты были. Ну, я открою небольшой секрет. Я с ребятами знаком уже давно и даже делал материал. Кстати, сейчас мы его и увидим. И хочу сказать, оказывается, в военном оркестре у вас есть, одна девушка. С такой очень интересной фамилией. Назарбаева. Она Назарбаева. Она замечательная. Она играет у нас в оркестре у вас в тарелках? У нее образование пение и фортепиано. Так как у нас духовой оркестр, мы все время в строю. То есть сидя, возможно, что у нас мало бывает. И они на встрою сегодня уже потаскачут. Да, она на тарелках играет. Сколько там на тарелках? Она довольно-таки тяжелая. Павра весит где-то 5, 4 килограмма где-то вот так. И теперь представь, идет воинский призыв. Новобранцы, солнце, 42 градуса, жары. Стоит военный оркестр. И девушка, хрупкая, с фамилией Назарбаев. И бьет. Назарбаева. Играет. Назарбаева. А вообще сколько человек в оркестре? У нас по штату 21 человек. Один военный дирижер, 20 музыкантов. И в конкурсе все участвовали? В конкурсе участвовали. Если честно, мы другие региональные команды привезли с собой сводные оркестры. То есть соединили, например, скажем, Уральск, Атраву, Ахтубе и Восток. А мы, чемкинцы, сами чисто 16 человек поехали. Чисто 16. Да, и второе место заняли вот в таком, как сказать, конкуренты много. Поздравляем. Спасибо. А конкуренция сильная была? Да. Там, представьте, сводный оркестр, каждое региональное командование по 40, по 50 человек, а у нас 16 человек. После такой массы думали они все, типа. А первое место кто забрал? Первое место это региональное командование Запад взял. А я думала, китайцы. Когда вот смотришь ролики, когда их оркестр выступает, прям в шоке. А как они ходят? Ну и наши, я смотрю. Не, наши вот недавно был тоже смотр, казахстанский оркестр выиграл, завоевал первое место на международном смотре. А вообще сейчас мне интересно, знаете, что как-то состав оркестра обновляется, новобранцы приходят, уходят, на их место другие или как? Или это сложившийся коллектив? Нет, в основном сложившийся коллектив. Ему же уже более 60 лет, да? Я так понимаю. Окестр сам образовался, когда Вольский счастье образовался. Это 1962 года. А, 1962 года, да. Да, с тех времен, да. Вообще музыканты работают до предельного возраста, сколько ему можно служить. Бывают всякие обстоятельства, всякие случаи бывают. То есть никто не застрахован, да, как говорится. Поэтому некоторые уходят к ним, на эти места новые приходят. Некоторых мы прям провожаем на пенсию, как положено. И вот на их место новенькие приходят. Молодые таланты. Да, да, да. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну а вот вы как оказались в оркестре? Вы пришли служить или что? А, я сам закончил военный институт военных дирижеров, военного университета. То есть уже целенаправленно. Министерство обороны Российской Федерации. В городе Москве я заканчивал. Пять лет обучался. И по направлению попал вот в город Чемкент. Вот так. Я работаю уже два года. Я здесь отучился. Был такой институт культуры, ШПИК. Вот сейчас он уже Южно-Казахстанский государственный университет называется. После института работал в филармонии. Потом вот в воинской части. То есть вы сами пошли работать туда или вас призвали? Нет, я уже там работал на контрактной основе. Ну вот у вас саксофон в руках. И зрители смотрят. И все в ожидании. И мы уже. Сыграйте уж нам что-нибудь. Что вы сыграете? Я вам сыграю. Я помню, что вы обещали нам небольшой попури. Сыграть. Уважаемые зрители, сейчас специально для вас концертмистер военного оркестра Усен Ахметов сыграет попури. А все желающие могут встать и потанцевать. Да. Шудин, ты будешь танцевать? Всем доброго. Как это? Бодрого утра, да? Да. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это самое малость того, чего вы можете увидеть, ребята, когда играют... Да, в коллективе, в сборе. Кстати, а где мы можем увидеть? Это мы можем посмотреть прямо сейчас в моем сюжете. И там прямо рассказано, где мы можем посмотреть выступления оркестра. Да, да, как они играют, даже вот всё в подробности. Но, но, перед сюжетом мы бы хотели поделиться ещё одной радостной новостью. Какой? Я её узнал вот недавно. Что, Дин, всё-то ты знаешь? Ну, профессия у нас такая. Давай, расскажи. У нашего друга и дирижёра главного военного оркестра, оказывается, родился сын. Ух ты! С чем мы его и поздравляем. Здорово! Желаем ему удачи. Вот он через несколько часов уже увидит его впервые. Замечательно. Да, супруга у него летит из другого города, и вот они вот встретятся. Ну, а мы вам желаем всего хорошего, здоровья вашему джигиту, вам также творческих успехов. Спасибо, что пришли к нам. Солдаты воинской части 6506 готовятся к важному бою – музыкальному. Лучший военный оркестр страны выберут в Астане в День столицы. В конкурсе «Аскери Керней» оркестр должен показать профессиональное мастерство и слаженность оркестрового исполнения. Своим главным оружием музыканты называют саксофон и барабан. Все думают, что военный оркестр – это чисто играет марши, да, вот марши с утра до вечера. Нет, у нас оркестр очень разноплановый, то есть характер музыки, да, например. И джаз может, и эстраду, и папсу, и вальсы, и все, что хочешь. То есть народные музыки, то есть ограничений нет. Военный оркестр воинской части Шимкента существует с 64-го года. Сегодня в коллективе 17 музыкантов, среди которых одна девушка. Однофамилица президента Казахстана играет на ударной установке. В коллективе Алю Назарбаеву уважают, называют ее музой и идейным вдохновителем. После самого конкурса состоится плацконцерт. Он станет заключительным выступлением лучших казахстанских оркестров, участников, призеров республиканского смотра конкурса «Аскери Керней». Нашей съемочной группе удалось подсмотреть сюрприз для финального выступления. Кавер-версию на хит короля поп-музыки Майкла Джексона музыканты военного оркестра Шимкента исполнят под открытым небом в Астане. Ну а пока чеканным шагом под собственный аккомпанемент музыканты военного оркестра 6506 отправляются в дорогу за победой в столицу Казахстана. КОНЕЦ